Беседа 18-я, 203, Матфея 5-40 И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду? Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб? Видишь ли, что Спаситель, предписывая выше заповедь, вырывать соблазняющее око, разумел не самое око, но такого человека, который дружбою своей наносит нам вред и извергает нас в ров погибели? В самом деле, если здесь он предлагал столь высокое правило, что не позволяет вырвать око даже у того, кто вырвал бы его у нас, то мог ли он повелеть кому-либо вырвать око у себя самого? Если же кто порицает ветхий закон за то, что в нем предписывается воздавать такую месть, тот, по моему мнению, вовсе не имеет понятия о свойственной законодателе мудрости, не соображается с обстоятельствами времени и не знает, как иногда полезны бывают снисхождения? В самом деле, если ты размыслишь, кто были слышавшие это повеление, каково было расположение их духа, и в какое время они приняли этот закон, то признаешь мудрость законодателей и увидишь, что как закон о мщении, так и закон о незлобе, данное одним и тем же законодателям, и оба предписаны вполне своевременно и с величайшей пользою. Если бы эти высокие, величайшие заповеди законодатель предложил с самого начала, то люди не приняли бы ни этих заповедений прежних. Теперь же те и другие, предложив в приличное время, он исправил ими всю Вселенную. С другой стороны, законодатель предписал око за око, не для того, чтобы мы друг у друга вырывали глаза, но чтобы удерживали руки свои от обид. Ведь угроза, заставляющая страшиться наказание, обузывает стремление к делам преступным. Таким образом, законодатель мало-помалу посеивает в сердцах благочестия, когда повелевает, чтобы обиженный за причиненное ему зло платил равным, хотя по требованию правосудия зачинщик преступления достоин был бы большего наказания. Но так как ему угодно было правосудие растворить с человеколюбием, то у чинившего большее преступление он осуждает на наказание гораздо меньшее, нежели какому он достоин, желая тем самым научить нас и среди самого страдания показывать великую кротость. Итак, приведя постановление Ветхого Закона и прочитав его от слова до слова, «Спаситель опять показывает, что не брат учиняет обиду, но лукавый, поэтому и присовокупляет, не протився злому». Не говорит «не протився брату, но злому», показывая тем, что обидчик, все делает по наущению дьявола. Таким образом, слагая вину на другого, весьма много ослабляет и пресекает гнев против обидевшего. «Что же скажешь ты, уже ли нам не должно противиться лукавому?» «Должно, но не так, а как повелел нам Спаситель, то есть готовностью терпеть зло. Таким образом, ты действительно победишь лукавого. Не огнем ведь погашают огонь, а водою. А чтобы знать тебе, что и в Ветхом Завете победа или нет остаются на стороне претерпевшего обиду, рассмотри, что происходит в этом случае, и увидишь, что преимущество остается на стороне обиженного. В самом деле, кто первый поднимает руку на совершение неправды, тот вырывает два глаза, и у ближнего, и у себя. Поэтому он справедливо подвергается общей ненависти и бесчисленным обвинениям. Между тем, обиженный, хотя и воздает за причиненное ему зло равным, не сделает никакого зла, почему многие даже и сожалеют о нем, так как он чист от греха в этом деле, хотя и воздал равным за равное. И хотя несчастье у обоих одинаково, но суждение о них не одинаково, как у Бога, так и у людей, а следовательно уже и несчастье не одинаково. Итак, Спаситель сначала сказал, гневающийся на брата своего напрасно и называющего безумным, повинен будет гиене огненной. Здесь же требует еще высшего любомудрия, повелевая обиженному не только молчать, но и подставлять обижающему другую щеку, и таким образом еще сильнее поборать его своим великодушием. И это говорит он не только для того, чтобы дать закон, повелевающий переносить обиды, но чтобы и во всех других случаях научить нас незлобию. 205. Подобно тому, как в том случае, когда Спаситель говорит, что называющий брата своего безумным, повинен будет гиене огненной, разумеет не одно только это обидное слово, но и вообще всякое поношение. Так и здесь он не только предписывает, чтобы мы переносили великодушно одни заушения, но чтобы мы не смущались и всяким другим страданиям. Вот почему, как и там он изобразил обиду, самую чувствительную, так и здесь упомянул об ударе по щеке, который считается особенно позорным и составляющим великую обиду. Давая эту заповедь, Спаситель имел в виду пользы и наносящего удары, и терпящего их. В самом деле, если обиженный вооружится тем любомудрием, которому научает Спаситель, то он не будет и думать, что потерпел обиду, он даже не будет и чувствовать обиды, почитая себя скорее ротоборцем, чем человеком, которого бьют. А обижающий, будучи престижен, не только не нанесет второго удара, хотя бы он был лютее всякого зверя, но и за первый будет крайне обвинять себя. Хотя, поистине, ничто так не удерживает обижающих, как кроткое терпение обижаемых. Оно не только удерживает их от дальнейших порывов, но еще заставляет раскаяться их прежних и делает то, что они отходят от обиженных, удивляясь их кротости. И, наконец, и из неприятелей и врагов делаются не только их друзьями, но даже самыми близкими людьми и рабами. Наоборот, мщение производит совершенно противные следствия. Оно обоим причиняет стыд, ожесточает их, еще больше воспламеняет гнев и злоб, простираясь далее, и доводит нередко до смерти. Вот почему спаситель за ушаемому не только запретил гневаться, но и повелел нацетить желание ударяющего так, чтобы и вовсе неприметно было, что ты первый удар претерпел невольно. Действительно. Таким образом, ты поразишь бесстыдного гораздо чувствительнее, чем в том случае, если бы ты ударил его рукою и из бесстыдного сделаешь его кротким. Хотящему судиться с тобою и взять у тебя одежду, отдай и нижнюю рубашку. Спаситель хочет, чтобы мы показывали такое же незлобие не только, когда нас бьют, но и когда хотят отнять у нас имение. Потому опять предлагает столь же высокое правило. Как там он повелевает побеждать терпением, так и здесь уступка и большего, чем ожидает любостяжатель. Впрочем, он не просто предложил это последнее правило, а с оговорками. Он не сказал, отдай просящему рубашку, но хотящему судиться с тобой, то есть если он влечет тебя в суд и хочет завести с тобой дело, и подобно как после заповедей не называть брата безумным и не гневаться на него напрасно. В последней своей проповеди он потребовал большого, повелел представлять и правую щеку. Так и теперь, после высказанного уже повеления мириться с соперником, опять простирает свое требование еще далее, предписывая не только отдать сопернику то, что он хочет взять, но и оказать большую щедрость. Что же? Неужели скажешь мне ходить на гимн? Не были бы мы наги, если бы в точности исполняли эти повеления. Напротив, еще были бы гораздо лучше всех одеты. Во-первых, потому что никто не нападает на человека, имеющего такое расположение духа. А во-вторых, если бы и нашелся, кто настолько жестокий и немилосердый, кто дерзнул бы и на это, то без сомнений еще более бы нашлось таких, которые человека, вошедшего на такую степень любомудрия, покрыли бы не только одеждами, но если было бы возможно, и самую плотью своею. 206. А если бы кому довелось и на гимн ходить ради такого любомудрия, то и в этом не было бы стыда. Адам в раю был нагой, не стыдился. И Исаия, ходивший на гимн и без обуви, был знаменитей всех иудеев. Исайя 23. Иосиф тогда особенно просиял добродетелью, когда оставил одежду. Ни мало, ни худо так обнажаться, но постыдно и смешно так одеваться, как мы одеваемся ныне. То есть драгоценные одежды. Вот почему тех Бог прославил, а нас осуждает и через пророков, и через апостолов. Итак, не будем почитать невозможными повеления Господни. Они полезны и весьма удобны к исполнению. Если только мы будем бодрствовать, они так спасительны, что не только нам, но и обижающим нас приносят величайшую пользу. Особенное же достоинство их состоит в том, что они, убеждая нас терпеть обиды, тем самым научают любомудрствовать и причиняющих их. В самом деле, когда обижающий важным почитает отнимать собственность других, а ты на самом деле покажешь Ему, что для тебя легко отдать и то, чего Он не просит, и таким образом противопоставишь Его нищенствованию и любостяжанию своей щедрости и любомудрия, то представь, сколь сильное получит Он вразумление, не словами, но самыми делами научаясь придирать злые склонности и любить добродетель. Бог хочет, чтобы мы были полезны не только для самих себя, но и для всех ближних. Итак, если ты отдашь требуемое без всякого спора и суда, то приобретешь пользу только себе. Если же сверхтребуемого отдашь и другое что-нибудь, то и соперника отпустишь от себя лучшим. Вот что значит та соль, каковой спаситель, желает быть ученикам своим. Она и саму себя сберегает и сохранит другие тела, ею осоленные. Вот что значит и тот свет, он светит и самому себе, и другим. Итак, поскольку Господь и тебя поставил в число учеников своих, то просвети сидящего во тьме. Научи его, что он и то, чего от тебя требовал, взял у тебя ненасильно. Убеди его, что ты не считаешь себя обиженным. Таким образом, и сам заслужишь больше уважения и почтения, когда уверишь его, что он ничего у тебя не отнял, а ты сам подарил ему. Своей кротости обрати грех его в повод к проявлению твоего благородства. Если это кажется тебе очень высоким, то подожди, ты еще увидишь, что это не есть верх совершенства. Спаситель не останавливается еще здесь, предписывая тебе правила терпения обид, но простирается, далее говоря. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Видишь ли, на какую высоту любомудрия возводит тебя спаситель? Он говорит, что и тогда, когда отдашь своему врагу и верхнюю, и нижнюю одежду, ты не должен противиться ему, если бы он и обнаженное тело твое захотел подвергнуть страданиям и трудам. Он хочет, чтобы все было общим, и тела, и имущество, и чтобы мы служили ими как бедным, так и тем, кто обижает нас. Последнее долг мужества, а первое человеколюбие. Поэтому-то он и сказал, если кто принудит тебя идти одно поприще с ним, иди с ним два, повелевая оказывать новые опыты, равного прежним. Великодушие. Если прежнее его предписание, которое требует гораздо меньшего, доставляет исполняющим их столь великое блаженство, то подумай, какое жребие ожидает тех, кто исполняет эти последние, и каковыми еще прежде наград являются те, которые в человеческом и страстном теле показывают совершенное бесстрастие. Если они не только не оскорбляются обидами, ударами, отнятием имущества, не только не побеждаются ничем другим тому подобным, но еще жаждут больших страданий, то представь, какова у них делается душа. Потому-то Христос, как повелел поступать при нанесении удара и при лишении имущества, так точно повелевает поступать и в этом случае. Что я говорю, как бы так говорит он, об обидах и отнятии имущества. Если бы кто захотел и самое тело твое подвергать тяжким и изнурительным трудам, и при том несправедливо, то и тогда ты должен победить его и несправедливое желание и стать выше его. И кто возьмет силы, значит, влечь кого неправедно, без всякой причины и с обидою. Но ты на это будь готов. Будь готов потерпеть даже больше, нежели сколько тот хочет причинить тебе. Просящему тебя дай и от хотящего занятия тебя не отвращайся. Этими словами спаситель требует меньшего, нежели прежними. Но не удивляйся этому. Спаситель обыкновенно так делает. Он всегда к великому присоединяет малое. Если слова эти и малы в сравнении с первыми, пусть однако же внимают им те, которые берут чужое, а собственное имущество раздают блудницам. И таким образом возжигает для себя сугубый огонь через неправедный прибыток и пагубное расточение. Предписывая здесь давать взаем спаситель разумеет не отдачу денег в рост, но простое одолжение. А в другом месте требует еще большего. Говорят, чтобы мы давали и тем, от кого не надеемся получить. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите да будете сынами отца вашего небесного, ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Вот высочайший верх добродетелей. Вот для чего учил спаситель не только терпеливо сносить заушение, но и подставлять правую щеку, не только вместе с верхнюю одежды отдавать и нижнюю, но и две версты идти с тем, кто принуждает пройти одну. Все это предложил он для того, чтобы ты с полной готовностью мог принять и то, что гораздо выше этих предписаний. Что же выше их скажешь ты? Не почитать того врагом, кто причинил тебе обиды. Даже нечто и того высшее, поскольку Господь не сказал не возненавидь, но возлюби, не сказал не обижай, но и благотвори. 209. Но если тщательнее рассмотрим слова спасителя, то увидим, что в них заключаются новые предписания, гораздо еще высшие. В самом деле он повелевает не только любить врагов, но и молиться за них. Видишь ли, на какие вошел он степени и как поставил нас на самый верх добродетели. смотри и исчисляй их, начавши с первой. Первая степень не начинать обиды. Вторая, когда она уже причинена не воздавать равным злом обидевшему. Третья, не только не делать обижающему того, что ты потерпел от него, но и оставаться спокойным. Четвертая, предавать себя самого злостраданию. Пятая, отдавать боли, нежели, сколько хочет взять причиняющий обиду. Шестая, не питать к нему ненависти. Седьмая, даже любить его. Восьмая, благодетельствовать ему. Девятая, молиться о нем Богу. Видишь ли, какая высота любомудрия, но зато блистательна и награда. Так как повеление великое требует мужественной души и великого подвига, то им зду за исполнение его спаситель обещает такую, какой не соединял ни с одной из прежних заповедей. Он обещает здесь не землю, как кротким, не утешение и помилование, как плачущим и милостивым, не царствие небесное, но что они будут подобны Богу, насколько то возможно для людей. Да будь говорит, подобны отцу небесному. Затем заметь, что он не здесь не прежде не называет Бога отцом своим, но там, когда говорил о клятвах, называл его Богом и царем великим, а здесь называет отцом нашим. Он делает так, потому что беседу об этом хочет оставить до приличного времени. Объясняя затем, в чем состоит богоподобие, он и говорит, как солнцу своему, он повелевает сиять на злых и добрых, и дождь проливается на злых и добрых, то есть Бог не только не ненавидит оскорбляющих его, но даже благодетельствует им. Конечно, здесь нет равенства, не почему, так как не только благодеяние Божие, но и величие его достоинства превосходит все, что только вообразить можно. Тебя оскорбляет подобный тебе, а его раб, и при том такой, который получил от него бесчисленные благодеяния. Ты, молясь за врага, благодетельствуешь ему словами, а Бог благодетельствует ему весьма великими и чудными делами, освящая его солнцем, ежегодно посылая дожди в определенное время, и при всем том, я допускаю твое богоравенство, какое только возможность для человека. Итак, не питай ненависти к человеку, делающему тебе зло, когда ты через него приобретаешь такие блага и достигаешь столь великой чести. Не кляни обижающего тебя, иначе ты оскорбления претерпишь, а плода лишишься. Понесешь вред, а награды не получишь. А это крайне безумно, претерпевший труднейшее, не перенести легчайшего. Но как это возможно, скажешь ты? Ты видишь, что Бог для тебя сделался человеком, что он так уничижил себя и так много пострадал за тебя. И еще ли спрашиваешь и недоумеваешь, как можешь ты прощать обиды равным себе? Не слышишь ли, что говорит он на кресте? И прости им, ибо не знает, что творят. Не слышишь ли, что говорит Павел, вошедший на небо и сидящий одесной Бога? Ходотайствует о нас Христос, так говорит Павел. Не видишь ли, что он и после распятия и вознесения на небо послал к умертвившим его иудеям апостолов, принесших им бесчисленные блага и вместе потерпевших от них бесчисленное множество зол? Но ты весьма много обижен. Что же такое потерпел ты, что было бы подобно страданию твоего владыки, который после оказанных им бесчисленных благодеяний был связан, претерпел заушение, обичевание, плевание от рабов и, наконец, претерпел смерть и смерть поноснейшую из всех смертей? Если же ты много обижен, то потому-то самому и должен еще более благодетельствовать, чтобы для тебя самого получить блистательнейший венец и брата избавить от крайней жестокой болезни. Когда больные, находящиеся в сумасшествии, наносят удары и обиды врачам своим, то последние в это время особенно и жалеют о них и стараются об их излечении, знают, что дерзость их происходит от чрезмерной болезни. Подобным образом и ты имей такое же расположение духа к злоумышляющим против тебя и таким же образом поступай с обижающими тебя, потому что они совсем больные и делают все совершенно невольно. и так освободи врага своего от тяжкой и его гордости, заставь его бросить гнев и избавь от лютого демона ярости. Вели беснующихся мы проливаем слезы, а не думаем сами подобно им бесноваться. Будем поступать так же и с гневающимися, потому что и они подобны бесноватым, или даже несчастнее их, потому что хотя они и беснуются, но еще не лишились ума, потому-то и бешенство их непростительно. Итак, не нападай на лежащего, но жалей о нем. Когда мы видим, как человек, страдающий желчью, мучится головокружением и силится изблевать эту вредную мокроту, то тотчас подаем руку, поддерживаем терзаемого и не отвращаемся от него, хотя бы заморали одежду, но о том только и стараемся, чтобы как-нибудь избавить ее от такого тяжкого положения. Подобным образом станем поступать и с разгневанными, станем помогать им, как изрыгающим из себя желчь и терзаемым, и не будем оставлять их до тех пор, пока они не извергнут всей горечи. И когда такой человек успокоится, то воздаст тебе величайшую благодарность. Тогда он ясно узнает, от какого расстройства ты его избавил. На что я говорю о его благодарности? Сам Бог тотчас же тебя увенчает и наградит бесчисленными благами, за то, что ты освободил брата своего от жестокой болезни. Да и тот будет почитать тебя, как своего господина, будет всегда с благоговением взирать на твою кротость. Не видишь ли, как мучающиеся родами кусают стоящих около них женщин, и между тем последние не ощущают боли? Вернее, же сказать, они ощущают ее, но только мужественно переносятся болезны о мучающихся и терзающихся болезнями рождения. Поревнуй и ты их великодушие, и не будь слабее женщин. Когда родят эти жены, а гневающиеся малодушнее самих жен, тогда они узнают тебе, мужа. Если же эти повеления кажутся тебе тяжкими, то помысли, что Христос для того и пришел, чтобы насадить их в наших сердцах и чтобы сделать нас полезными как для врагов, так и для друзей. Поэтому он и повелевает заботиться о тех и других, о братьях, когда говорит, если принесешь дар твой, о врагах же, когда приказывает любить их и молиться за них, и побуждает к исполнению этого, не только указывая, например, благости Божии, но и на противное. Если, любите только любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? То же самое подтверждает и Павел. Евреям 12.4 Итак, если ты исполняешь заповедь любви ко врагам, то пребываешь с Богом, если же оставляешь ее, то с мытарями. Видишь ли, что эти заповеди еще не так велики, как велико различие между мытарями и Богом? Итак, не станем помышлять о трудности повеления, но представим награду и подумаем, кому сделаемся подобными, когда исполним это повеление и с кем сравнимся, когда не будем исполнять. Спаситель повелевает нам мириться с братом и до тех пор не отходить от него, пока совершенно не истребим вражды. Когда же говорит о всех вообще, то не налагает на нас такой обязанности, но только требует того, что от нас зависит и таким образом облегчает трудности закона. Выше теперь желая, чтобы ученики его за то же самое недосадовое своих гонителей повелевает им не только терпеть так поступающих с ними, но и любить их, ибо так же говорит гналии пророков бывших прежде вас. Видишь ли, как он самым корнем истребляет гнев, пристрастие к плоти, к богатству, к славе, к настоящей жизни. Это уже сделал он и в начале своей проповеди, но гораздо более теперь. Действительно, нищий духом, кроткий и плачущий изгоняет из себя гнев, праведный и милостивый истребляет в себе пристрастие к богатству. Чистый сердцем свободен от злой похоти, гонимый претерпевающий обиды и злословимый приучается к совершенному презрению вещей временных и пребывает чист от надменности и тщеславия. Освободив таким образом слушателя от всех этих уз и приготовив к подвигам, Христос опять иным образом и с большим тщанием исторгает из его сердца указанные страсти, начиная с гнева и уничтожая всю силу этой страсти, когда говорит, что гневающийся на брата своего, называющий его безумным и пустым человеком, заслуживает наказание, что принесший дар не должен приступать к трапезе, пока не прекратит вражды, что имеющий соперника, прежде нежели увидит судилище, должен сделать его из врага другом. Потом опять переходит к плоти и говорит, что возревший любострастными очами, заслуживает наказание, как прелюбодей, соблазняющийся любострастной женою или мужем или другим кем-либо из близких к нему, должен отсечь от себя всех таковых, имеющий законную жену, не должен никогда удалять ее от себя и обращать взорок к другой. Этими внушениями спаситель исторгает корни злой похоти. Вслед за тем он обуздывает любовь к богатству, запрещая клясться, лгать и удерживать даже рубашку, какую бы кто имел на теле, повелевает отдавать верхнюю одежду и не жалеть даже тела для услуг требующему. Так истребляет он в конце пристрастия к богатству. 212 Наконец все эти повеления спаситель украшает прекраснейшим венцом, говоря молитесь за творящих вам напасть и таким образом возводит учеников своих на высочайший верх любомудрия. Как терпеть заушение есть высший подвиг, нежели быть кротким, а отдавать рубашку и верхнюю одежду есть дело более важное, нежели быть милостивым. Переносить обиды есть высшее добродетель, нежели быть праведным. Сносить побои и не противиться, когда понуждают идти, значит, больше, нежели быть миротворцем, так и среди гонений. Благословлять гонящего гораздо важнее, нежели быть гонимым. Видишь ли, как он мало-помалу возводит нас на самое небо. Итак, чего будем достойны мы, которые получили повеление ревностно стараться об уподоблении себя Богу и между тем, может быть, еще не сравнялись и с мытарями. В самом деле, если и мытари, и грешники, язычники любят любящих, а мы этого не делаем, а не делаем мы этого, когда завидуем доброй славе наших братьев, то какому не подвергнемся наказанию, будучи ниже язычников, тогда как должны быть превосходнее книжников, как же, скажи мне, мы можем узреть царство, как взойдем в его священное преддверие, будучи ничем не лучше мытарей, на этой указы Спаситель говоря, мытари не тоже ли творят, что особенно удивительно в учении Христа, так это то, что награды за подвиги он предлагает повсюду, в великом множестве, обещает подвязающимися, что они узрят Бога, и царствие небесное наследуют, и будут сынами Божьими, и подобны Богу, и помилованы будут, и утешатся, и получат многое вздуман о небесах, а если где нужно было упомянуть о прискорбном, то упоминает об этом кратко, так что имя Гиены, например, он употребил столь продолжительной беседе всего лишь один раз, в других случаях он исправляет слушателя кроткими вразумлениями, убеждая его более увещаниями, нежели угрозой, например, когда он говорит не то же ли делают и мытары, или если соль потеряет силу, или кто думает быть высоким в Старстве Небесном, иногда полагает он вместо наказания грехи, предоставляя самому слушателю заключать из тяжести последних, а тяжести наказания, например, когда говорит тот прелюбодействовал в сердце своем, или отпускающий ее дает ей повод прелюбодействовать, или почему бы лучше вам не терпеть обиды, для вразумления имеющих ум не нужно упоминать о наказании, а довольно только представить тяжесть греха, вот почему и в настоящем случае он представляет пример язычников и мытарей, чтобы ученики его устыдились, видя с какими людьми он их сравнивает, то же делает и Павел когда говорит почему бы вам не терпеть лишения, и еще, ибо язычники не знающие Бога, кроме того, слова эти говорят, что и у безбожников, у язычников не слышно, чтобы кто делал такое, спаситель сказал и для того, чтобы показать, что он не требует ничего чрезмерного, но немного больше обыкновенного, если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете, не так же ли поступают и язычники, этим однако он не заключает своего слова, но оканчивает его указанием на награды и благими надеждами и говоря «И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный». Часто упоминает он во всей беседе своей о небе, чтобы представлением самого места возбудить сердца учеников своих, так как в это время они были еще довольно слабы и грубы. И так, представляя все доселе сказанное, будем оказывать всякую любовь ко врагам. Отвергнем то смешное обыкновение, которым страдают многие неразумные люди, дожидающиеся, чтобы встречные предупреждали их своими приветствиями и таким образом не ревнуют о том, что заключает великое блаженство, но гоняется за тем, что достойно смеха. Почему же ты не приветствуешь его прежде? Потому скажешь ты, что он ожидает этого, но потому то самому и надлежало поспешить тебе, чтобы венец достался тебе. Нет, скажешь, я потому именно не приветствую его, что ему сильно этого хочется. Что может быть хуже такого безумия? Так как говоришь, что он сильно желает доставить мне случай к награде, потому самому я не хочу этим случаем воспользоваться. Если он тебя предупреждает своим приветствием, то ты не получишь никакой пользы, хотя после ответишь ему тем же. Если же ты поспешишь прежде выразить ему приветствие, то ты, как бы торгуясь с его гордостью, получишь себе большую выгоду и соберешь обильный плод с его надменности. Итак, не крайне ли мы будем безумны, когда, имея случай, двумя словами приобрести столь великую пользу, выпустим ее из рук, и сами впадем в то же безрассудство, за которое осуждаем другого. Если ты обвиняешь ее в том, что он прежде ожидает приветствия другого, то зачем подражаешь тому, что охуждаешь сам, и стараешься как доброе перенимать то, что сам называешь злом? видишь ли, что нет ничего безумнее человека, живущего в злобе. Поэтому умоляю вас, будем избегать этой злой и достойной посмеянии привычки. Болезнь эта расторгнула бесчисное множество дружеских союзов и произвела многие раздоры. Будем же поэтому приветствиями предупреждать других. Если нам заповедано терпеть и тогда, когда враги нас заушают, насильно заставляют провождать себя и обнажают, то заслужим ли мы какого-нибудь прощения, если с таким упорством будем отказываться от простого приветствия. Ты скажешь, я подвернусь призрению и буду как оплеванный, когда окажу ему такую честь. Итак, чтобы не презирал тебя человек, ты оскорбляешь Бога. Чтобы не презирал тебя беснующийся равный тебе раб, ты презираешь владыку, который столь много тебя благодетельствовал. Ежели неразумно, что презирает тебя человек, равный тебе, то еще более неразумно, что ты презираешь Бога, который сотворил тебя. Сверх того, замети то, что презирающий тебя, тем самым доставляет тебе случай к получению большей награды, поскольку ты терпишь это для Бога, повинуясь его законом. А с этой наградой какая честь, какие венцы сравниться могут? Я готов лучше терпеть всякие обиды и презрения для Бога, нежели у всех царей быть в почтении, так как ничто, ничто не может сравниться с этой славой. Будем же искать этой славы, так как повелел сам Спаситель. И немало не заботясь о суждениях человеческих, но во всем показывая истинное любомудрие, по нему будем устроять жизнь свою. Таким образом, еще здесь мы будем предвкушать благо небесное и славу венцов райских. Будем обращаться с людьми как ангелы и обитать на земле как силы небесные, освободившись от всякой похоти и всех земных страстей. И вместе со всем этим восприимем и неизреченные блага, которых досподобимся всем и благодатью, и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава, держава и поклонение с безначальным Отцом и Святым и Благим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.